МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но не стоит переживать, все закончилось хорошо. Появившиеся сотрудники антикора помогли ему найти в рабочем столе меченые деньги. А все произошло из-за того, что чиновник длительное время волокетил с оформлением документов на получение адресной социальной помощи для семейной четы безработных. Были собраны все необходимые документы и проведены неоднократные встречи с инспектором. Однако чиновник не обращал на нуждающихся внимания и занимался другими делами. Лишь один раз застегнутый в коридоре налоговик обмолвился. Дескать, в пакете документов не хватает конверта с 7 тысячами. Безработный все понял и на следующий день вложил в пакет со справками конверт с купюрами, предварительно обработанными сотрудниками агентства по противодействию коррупции. В суде налоговик категорически не признал своей вины, утверждая, что был оговорен и оказался жертвой провокации. Однако суд счел взятку доказанной. Интересно, почему коррупционеры берут взятки? Ну, не из жадности же. Далее умопомрачительная новость от канала Эфир Кефир. Шимкенские чиновники решили полностью перевести общественный транспорт на газовое топливо. Идея отличная, вот только власти не учли, что в мегаполисе у них всего две газовые заправочные станции. И теперь 690 автобусов по ночам выстраиваются в километровые очереди, чтобы к утру успеть заправиться и выйти на маршрут. Ахимистан реагирует на предложение увеличить в 10 раз налог для майнеров и считает, что страна может потерять бизнесменов этой сферы. В 2021 году Казахстан стал одним из мировых лидеров криптомайнинга. Но политика правительства привела к тому, что компании, занимающиеся майнингом криптовалют, в спешном порядке начинают покидать страну. Новые инициативы нашего правительства. Повышение ставки налога на майнинг в 10 раз с 1 до 10 деньг. Выведение майнинговых ферм в отдельную группу потребителей электроэнергии с увеличением тарифов. Из-за дефицита электроэнергии, которое у нас якобы было в избытке, легальным дата-центрам и майнинговым компаниям уже несколько месяцев ограничивают поставки. Предложение ввести дополнительный налог в размере 10 МРП на каждую единицу майнингового оборудования. На текущий момент из-за полной непредсказуемости и неопределенности ведения криптомайнингового бизнеса в Казахстане крупные майнеры начинают покидать страну, находя новые юрисдикции. Можно по-разному относиться к криптовалютам и майнингу, но речь не об этом. Это сигнал для иностранных инвесторов. И сигнал не очень хороший. Марат Шибутов вспомнил старый добрый анекдот, которым, видимо, вдохновлялись авторы прекрасной инициативы. Кратко мысль была такой. А почему бы их дустом не попробовать? Кстати, разработчики информационных систем делятся отличными новостями. В этом году в ЕНТ для IT-специалистов появилась информатика. И это все посчитали прогрессом, потому что до сих пор для этого на ЕНТ в качестве профильных предметов надо было выбирать математику и физику. Хотя с начала учебного года все учили синусы, косинусы и там всякие законы Фарадея. Ну и, конечно, тратились на пробники, ходили на дополнительные и так далее. И вот когда до нацеста осталось 4 месяца, будущим абитуриентам говорят, что правила изменились. Вместо физики они будут сдавать информатику. Это маленькая победа айтишников в большом образовательном мире. Комментаторы на эту тему шутили. Спасибо, что все по закону. А ведь могли просто взять и взломать систему. Искаминогорск номер один рассказывает историю, которая очень быстро закончилась. На днях ВКО сообщили, что экзамен на получение водительских прав в Восточном Казахстане теперь сдать можно только в семье. Из-за того, что в областном центре до сих пор не могут построить спецсон с автодромом. Раньше в Усть-Коминогорске выкручивались, принимая экзамен по вождению с помощью комиссии дорожных полицейских. Но закон предписывает сдавать вождение на специализированном автодроме, чтобы снизить коррупционные риски, исключив человеческий фактор. Поэтому комиссию свернули, а всех сдающих перенаправили в семей. Но не прошло и недели, и комиссию по приему экзамена на права вернули в Усть-Коминогорск. А всего-то надо было переутвердить комиссию дорожных полицейских. Пока все. Где мы дальше? В соцсетях есть еще много интересного. Заходите и читайте. Продолжение следует...